добрый день уважаемые зрители моего канала показываю вам своих гусей про эти гуси я уже много поговорила и показывала их в видео это гуси приехали с инкубационным яйцом со створопольского края это линда чистопородная линда племенная с хорошими весовыми показателями в месяц эти гуси весили 3 килограмма два месяца они весили у нас 6 килограмм сейчас им 70 дней и я перед этим говорила в роликах что в 70 дней я все-таки забью посмотрю какой будет выход тушки но я передумала во первых потому что гуси начали линять нет смысла ну и во вторых есть на них заказы и конечно мне что тут криво кривить душой мне выгодно продать на племя чем на мясо так что гуси остается жить потом много было вопросов я эти вопросы оставила без ответа так как не знала что именно я буду продавать я прям всю голову сломала но на сегодняшний день у меня есть принято решение если я буду продавать всего лишь несколько мальчиков отсюда кому нужно кровь разбавить вот кстати из ведра бьет это пьет это метис это не линда это крупная серая с линдой это мои гуси она она сюда она в этот ролик так вписалась сбоку припеку так ну вот они пьют сейчас чектоник так как они линяют и в общем-то кушают зерносмесь с небольшим добавлением комбикорма в общем-то растут они не по дням а по часам гуси очень крупные даже сейчас в 70 дней во время линьки они все равно продолжать набирать вес чем мне нравится линда это одна из пород гусей собака пошла вот они ее так но они мирно они не щипятся они никого не обижают это одна из пород гусей которая набирает вес до года во время линьки они не худеют они продолжают набирать вес и это видно вот сейчас вот к сожалению на переднем плане вот две девочки хотелось бы мальчика показать сбоку насколько все таки у них корпус мощный они в общем то такие я бы сказала удлиненные вот ну его вот вот смотрите мальчишка ну лошадь лошадь они гусь вот они такие удлиненные ну подробности какая тушка как она как она обмускулено это будет понятно только после забоя но это будет не сейчас гораздо позже обязательно покажу что я бы сказала гуси на мой взгляд самая выгодная птица в хозяйстве так как целый день гуси кушают траву тут не нужно никакие мудреные зерносмеси кроме как первого месяца первый месяц старт конечно должен быть хороший а потом уже вот все они на подножном корме королевых два раза в день но вы знаете они даже не съедают мне приходится потом выпускать кур для того чтобы они подъели вот то что я им насыпала в основном трава 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 вот так они пасутся на травочке в общем то вечером я их выпускаю еще перед сном на часик в водоем сейчас их постоянно там не держу потому что очень много молодняка утят и в водоеме гуси пытаются утят немножечко так потрепать поэтому не рискую а вот пускай утятки подрастают потом уже тогда можно будет объединять ну в общем то собственно вот если тенечек они очень хорошо себя без воды чувствуют вот периодически подходят к ведерочку попьют и дальше продолжать травку щипать птица рентабельная я уже сказала очень выгодная в содержании так как может держаться на подножном корме зерносмеси она употребляет очень мало и вот эти звуки то что вы слышите на сегодняшний день им 70 дней это все что они издают все то есть очень тихо они себя сейчас ведут никаких ужасных вот этих гоготаний на сегодняшний день нет возможно когда они войдут в половое созревание тогда уже не начнут гоготать поэтому мой вывод такой что если заводить гусей там где есть соседи и соседи в общем то не очень любит птицу в общем то можно их вот до такого возраста доращивать и убирать это будет самый оптимальный вариант ну и опять же у вас получается ну просто можно сказать халявное мясо и причем серьезное количество мяса вот поэтому все равно гуси конечно имеют огромные преимущества очень многие птицеводы которые содержат разновидовую птицу говорят что самый рентабельный это гуси самые рентабельные на мой взгляд так и есть во первых потому что на зиму не нужно никаких специальных строений укрытий если этого нет достаточно защитить их от от ветра от осадков и какие-то поддоны на них просто соломку накидать и все они прекрасно зимуют при любых отрицательных температурах ничего не себе не отмораживают в отличие от мускусных уток утки могут лапки подморозить гуси нет они этим не страдают у них хороший теплообмен они не обмораживают ни лапы ни клюва ничего не обмораживают то есть в общем то можно без всякого специального курятника естественно без вложения на этот курятник содержать гусей вот так вот в общем то очень очень удобно ну не зря вот вы посмотрите на опыт наших предков утки то не в не в каждом дворе индюки не в каждом говорю везде были куры и гуси все куры яйцо гуси мясо но все равно как бы я не хвалила сейчас гусей до утки для меня это первый номер я просто обожаю эту птицу и люблю люблю птицу и до уток гусиком я пока только привыкаю пытаюсь разобраться очень долго присматривалась я поняла что чисто породную птицу хорошим показателем весовым мясо найти очень сложно но мне посчастливилось опять же в каждом видео благодаря александра сушко который помог мне приобрести инкубационное яйцо мы вдвоем с ним это яйцо привезли и в общем то и у него и у меня эти гуси есть разный подход у нас к этому гусеводству разное питание показатели веса одинаковые то есть здесь генетика вот здесь генетика конечно очень хорошо очень хороший пример когда в разных хозяйствах выращивается одна и та же птица и показатели если одинаковые то это говорит о том что первую очередь это конечно же не от корма знаете я шучу у меня мне звонят спрашивают у меня допустим мускусы вырастает до трех килограмм я им все время говорю ну понимаете ну вот мопса нельзя до до величины овчарки отрастить до сколько вы не кормите чем вы не кормите если генетика не заложено быть большой птицы то она и не вырастет нам будет жирная но она будет небольшая также у людей понимаете все в природе ориентируйтесь вот вы знаете очень просто находить ответы на вопросы вы посмотрите как это в природе и будет понятно как бы как поступить очень часто я к этому опыту обращаюсь я знаю как птица себя ведет в природе и также стараюсь чтобы она и чувствовала себя и в домашних условиях и тогда птица здоровая и все хорошо но если это какой-то обычный деревенский гортензий вход пошла если это какой-то обычный деревенский гусь или утка то ну не вырастет таких показателей не будет по мясу не будет как вы не кормите хоть и крови черной кормите не вырастет нужно обязательно хороший племенной материал вот пример перед вами что гуси эти в общем-то мне повезло с ними ну все вот хотела про гусей рассказать рассказала тем более сейчас такая вот картина маслом так красиво они гуляют кушают такие тихие умиротворенные все нехорошо все все всех рада приветствовать своем канале всего доброго до новых встреч